Под звуки скрипки началось празднование еврейского Нового года. Он называется Рош-Хашана и с иврита переводится как Голова Года. Праздник отмечается в честь сотворения мира. В этот день евреи ставят перед собой новые цели и загадывают желания. Рош-Хашана празднуется два дня. В этот день евреи дарят друг другу подарки, собираются с большим праздничным столом, на котором можно увидеть яблочные дольки и мед. По традиции их съедают первыми, чтобы Новый год был счастливым и сладким. Помимо яблок на семейном ужине подают блюда из рыбы, символизирующие плодородие, морковь, знак богатства и баранью или рыбную голову, чтобы быть всегда и во всем первыми. Праздник не может обойтись без музыкального сопровождения. Звуки трубы из бараньего рога шафара открывают начало трапезы. В это время нужно задуматься о своих грехах, совершенных в течение года. Вот кера этот слог называется. Для того, чтобы встрепенуться, чтобы человек встрепенулся и подумал, что ну не может уже быть это придумано напрасно. Пусть это даже в чем-то мифология. Пусть это даже придумали районы для того, чтобы собрать свой народ и очистить его от грехов, от раболепства, от злодейства. Ну значит, если шафар звучит, значит кому-то это нужно. Отмечаем, конечно, сообщины с еврейской этот праздник, но и разумеется с семьей. Это же в первую очередь семейный праздник. Собираются все и супруг, и наши родители, и детки. Но в этот день ты задумываешься, а как ты прожил весь год, какие у тебя были поступки. Ведь, конечно, бывает и что-то не очень благополучное. И хочется, чтобы это неблагополучное ушло раз и навсегда. И впереди только было самое-самое хорошее. Один из главных обрядов этого праздника – Ташлих. Перед ужином евреи приходят к ручью и мысленно выбрасывают все плохие моменты из своей жизни. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События.